Так, словно пчелиные соты, выглядит первый вариант проекта. Однако мощная и современная теплица оказалась недостаточно оснащенной для космоса. Самые основные недочеты – это то, что в этом проекте не было такой функции, как поддержка температуры. То есть не было нагревающего элемента, который мог бы поддерживать температуру. Второй вариант, который сейчас находится в стадии разработки, уже другой формы. Есть и новые функции. В частности, это автоматический полив растений и ленты, имитирующие солнечный свет. В 7 утра включаются лампы и по достижению часа дня они уже горят. Ну, изначально они горят на 20%, а по достижению часа дня они начинают гореть на все 100%. И так они продолжают гореть, пока не наступит 8 часов вечера. А после этого они плавно начинают угасать, имитируя закат солнца. О своем проекте Иван рассказал главному специалисту ракетно-космического предприятия Сергею Самбурову и летчику-космонавту Федору Юрчихину. Именно они посоветовали парню переделать форму макета. А поможет в этом юному таланту его наставник Игорь Шеляков. Вместе они представляют теплицу на различных конкурсах. С этим проектом Иван участвовал уже во всероссийской ярмарке проектом, который проводил город Томск. В нем мы заняли третье место. И далее сейчас участвуем в международном конкурсе. Мы интеллектуалы 21 века, который будет проходить в городе Бишкек. Надеемся занять места какие-то. Однако цель парня куда масштабнее собственных побед. Иван хочет обеспечить космонавтов продуктами питания на пути к Марсу. Ведь недостаток пищи является существенной трудностью, препятствующей изучению этой планеты. Анастасия Давыдова, Алексей Еременко. События дня.